Всем привет, это FreeStudio21.com и мы говорим о Future Perfect Continuous достаточно экзотическое время, будущее продолженное и совершенное очень, ну скажем так, я не буду брать на себе смелость я говорю, что оно очень редко встречается но оно не часто встречается, будем говорить даже по сравнению с Future Perfect просто или с Future Continuous у нас должно получаться такое действие которое будет продолжаться до какого-то момента в будущем и акцент будет делаться не так на его завершенности, как на его процессе хотя завершенность при этом тоже будет видна до 10 часов вечера мы будем смотреть телевизор целых 3 часа вот что-то в этом роде у вас должно быть то есть у вас обязательно должна быть конечная точка в будущем, вот она до 10 часов вечера вот эта точка, до которой действие как бы закончится или же которое оно достигнет и возможно будет продолжаться дальше далее у нас будет обязательно процесс вот он, будем смотреть и далее будем смотреть телевизор, вот так лучше и далее у нас обязательно должен быть акцент на продолженность то есть на то, что это будет длиться какой-то период времени если нарисовать шкалу времени допустим, ну вот сейчас я что-нибудь такое придумаю вот скажем, вот у нас шкала вот у нас время и если здесь допустим здесь у меня today today сегодня вот, а здесь у меня уже будет tomorrow tomorrow завтра tomorrow вот и допустим я нахожусь сейчас вот где-то где-то вот в этой точке вот где-то здесь я сейчас и говорю я при этом я имею ввиду будущее время я говорю о будущем времени о tomorrow возможно у меня планы на будущее возможно мы там будем какой-то фильм смотреть давай там посмотрим властелин колец он идет долго ой да до 10 часов вечера это мы будем целых 3 часа сидеть фильм смотреть то есть у меня завтра возникнет такая ситуация что у меня будет длиться какой-то процесс вот здесь он где-то не важно когда он начнется но он будет длиться 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 и в 10 часов вечера в 10 часов вечера вот здесь у меня 10 pm 10 pm этот процесс дотянется до 10 и возможно он будет продолжаться дальше а возможно он и закончится возможно у нас лопнет терпение в 10 вечера и мы выключим телевизор но как бы то ни было процесс будет продолжаться 3 часа 3 hours вот такое дело поэтому future perfect continuous это такое время которое показывает мне процесс в будущем который будет длиться до определенного момента в этом же будущем переведем предложение наконец посмотрим что у нас получается итак by сейчас я возьму другой цвет какой-то by 10 pm by 10 pm tomorrow tomorrow by 10 pm tomorrow а дальше начнется собственно мой continuous we will я выделю его еще как-нибудь will have been watching да это очень длинно получится watching tv а дальше у меня будет продолжаться for the whole three hours вот такое огромезное предложение мой present perfect прошу прощения мой future perfect continuous находится у меня вот здесь вот он вот он вот это все у меня должен быть вспомогательный глагол вот самый основной мой вспомогательный глагол will ибо это future дальше поскольку у меня perfect у меня должен быть have обязательно естественно он есть дальше у меня continuous поэтому у меня должно быть be и in обязательно вот пожалуйста вот они и вот это и есть мой future perfect continuous то есть у меня обязательно должно быть в наличии will это мой основной так сказать вспомогательный глагол с его помощью я буду строить вопросы, с его помощью я буду делать отрицания, дальше у меня будет мне нужно сделать perfect, поэтому я ставлю have это следующий по важности он ничего не будет делать в моем предложении он как балласт будет перекидываться просто из одного места в другое когда у меня будет вопрос, я will поставлю на первое место и все дело а дальше у меня будет been been, поскольку у меня perfect поэтому мне been надо поставить и watching вот такое дело ну tv не tv, это уже дело такое вот вот это и есть весь этот комплекс вот это и есть future perfect continuous, именно так он и выглядит, слава богу что это редко употребляется, ибо ну сами видите, невероятной длины структура далее, что еще следует помнить для future perfect continuous очень характерны два таких вроде бы как незаметных, но в то же время важных, две важных вещи во-первых, ему обязательно нужен вот эта, нужна точка до которой он будет длиться то есть грубо говоря, вот эти 10 часов вечера и поэтому обязательно будет слово by by и дальше время будет указано или может быть не время иногда может быть здесь стоять какое-то событие там до того, как настанет полночь, мы там будем уже какое-то время там чем-то заниматься или же до того, как они придут я уже буду в течение получаса накрывать на стол и так далее, и так далее такого рода фразы как бы то ни было очень характерные структуры это by и дальше у меня либо время стоит в чистом виде там 7 o'clock, 2 o'clock midnight, midday, мало ли что-то такое lunch, dinner время действия либо какое-то событие событие если событие, тогда мое предложение будет сложным ибо у меня будет по сути сложное предложение by the time they come вот что-то в этом роде we will have been watching TV там и так далее и тому подобное то есть это первая структура которая очень характерна для future perfect continuous далее вторая структура которая не менее для него характерна это for и дальше время будем говорить не совсем правильно время период времени вот так вот период времени времени в течение какого-то периода времени то есть в течение там трех часов в течение целого дня в течение вечера в течение утра и так далее и так далее и так далее вот эти две вещи в вашем предложении по возможности должны быть в наличии тогда у вас будут основания поставить future perfect continuous и никто вас не упрекнет в том что а что вы тут не поставили просто future perfect future perfect continuous это всегда акцент на процесс то есть это процесс процесс в будущем процесс в будущем в будущем который будет длиться который будет длиться который будет длиться он еще не начался возможно но будет длиться до какого-то события в будущем, до какого-то момента в будущем. И дальше он либо закончится, либо будет продолжаться в будущем. Но самое главное, чтобы был этот момент, на который он будет длиться в будущем. Вот это следует помнить. У вас должна быть вот именно такая логика в вашем предложении, когда вы его будете строить. Далее. Если вам нужно поставить, допустим, вопрос или отрицание, поскольку перед нами изобилие вспомогательных глаголов, у нас и will, у нас и have, у нас куча, и поди его знать, с каким же глаголом мне делать вопросы. Так вот, если я делаю вопрос, моим основным вспомогательным глаголом, если так можно, конечно, говорить, будет will. Will. Именно с него мой вопрос будет начинаться. А дальше у меня будет подлежащее, или главный герой моего предложения, subject, короче говоря, как хотите это называйте. Subject. А дальше у меня вся эта кавалькада останется, останется, где была have, been, там, дальше doing какой-то там, were in, что-то в этом духе, и дальше остальные слова, ежели они у меня есть. Они у меня 100% будут остальные слова. Вот в этом-то и заключается весь future perfect continuous. По большому счету, время технически, оно вроде бы как не очень сложное. То есть, да, если знать, что will – это вспомогательный глагол, а все остальное как бы можно считать, что это основной глагол. Закроем глаза на нюансы. Но с точки зрения здравого смысла, его достаточно сложно найти для него такие ситуации, чтобы вот на 100% он здесь подходит. Вот именно такая ситуация, что вот здесь просто без future perfect continuous, ну просто, ну никак, ну ни в какую. Поэтому такие предложения достаточно редки. Да, они могут быть естественно. Естественно, у вас могут быть какие-то процессы. Естественно, у вас может быть чего-то такое. Ну, давайте я приведу еще один пример, дабы было видно, что он хоть и уникален, но тем не менее встречается. Ну вот, скажем такое. By this time. By this time. Очень часто в учебниках приводят такой пример. Next month. До этого времени, в следующем месяце. We will have been studying chemistry for two years. For two years. До этого времени, в следующем месяце, мы будем изучать химию уже два года. Вот такое дело. То есть, у меня должно выполняться условие, что? Во-первых, у меня должен быть... Сейчас я как-то выделю это вот таким образом. О, некрасиво. У меня первое. У меня должно быть будущее время. Ну, это как бы естественно подразумевается. Будущее. Далее. У меня должна быть точка в будущем, до которого действие будет длиться. В будущем. Или событие, как хотите это называйте. Момент, до которого... До которого действие длится. Будет длиться, точнее. Действие длится. Длится. И далее. У меня должен быть указан период времени, в течение которого это действие будет длиться. Период продолжительности действия. Продолжительности действия. Вот эти условия у меня должны обязательно выполняться. Поэтому у меня будет куча обстоятельств времени. Ну, а что делать? Никуда я не денусь от этого. Тут мне надо убедительно показать, что без Future Perfect Continuous мое предложение просто не будет иметь смысла. Поэтому мне надо понаставлять кучу обстоятельств. Вот одно обстоятельство. Вот второе обстоятельство. Вот у меня. Вот это точка моя. Номер 2. Пункт номер 2. Точка в будущем, до которой действие будет длиться. Далее. Будущее. Вот оно, мое будущее. Вот я здесь указала, что это в будущем будет происходить. Далее, собственно говоря, Future Perfect Continuous весь во всей красе. А далее мне надо указать период продолжительности. Вот мой период продолжительности. Вот третий пункт. Исполняется вот здесь. Вот таким образом. Если у вас будут соблюдены все эти три условия, тогда не вопрос. Вы можете поставить Future Perfect Continuous и у вас будет прекрасное, замечательное предложение. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.